Ну что, Саш, ты готова к путешествию в прошлое? Да! Это так бодоражит, Макс! Тогда посмотри в небо! И? Что и? Все, что ты видишь там уже в прошлом, понимаешь? Все звезды, которые находятся от нас за миллиарды световых лет, давно рассыпались в пыль, а их свет только сейчас дошел до наших глаз. Романтично. Романтично звучит, но я никогда не любила астрономию. Сегодня полюбишь и даже, возможно, запишешься в клуб любителей астрономии Самары. А я, Максим Полагнюк, твоя путеводная звезда. Ну, а я, Саша Байдачная, следую за тобой, иду на твой свет. Доброе утро, губернии! В этой студии вас приветствуют утренние ведущие. И сегодня мы отмечаем День Андрона Звездочета и предлагаем вам вместе с нами проследовать за звездами. Ну, если ты про меня, то да. Все следуем за мной. Ну, посмотрим, куда ты нас заведешь, звезда. Развернуться. Искать другую звезду. Я тоже так думаю, да. Даже не знаю. А вы как-то верите в звезды вообще? Честно говоря, вообще нет. Взять себя в руки и найти свой путь. Найти новую, возможно. А кто знает, туда или не туда. Ну, на самом деле, путеводная звезда находится внутри нас самих. Возможно, нам нужно изменить свое мнение об этой путеводной звезде. Дождаться утра. Мне нужна рифма к слову «космос». Ну, волос. Ерунда какая-то. Необъятный черный космос, словно бы гигантский волос. Да, как-то неаппетитно. Знаешь, Макс, прежде чем браться за стихи, давай-ка послушаем, как это верно делается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, друзья! Сегодня понедельник, а это значит, что к нам в гости приходят наши любимые телезрители. Итак, знакомьте, семья Цыгановых. Ирина, Александр, Дарья и Максим. Доброе утро! Доброе утро! Продолжаем мы узнавать участников конкурса «Рыбацкое счастье», насколько я помню. Вы в нем участвовали, но у нас сегодня какие-то рыбаки-спортсмены в студии как будто бы с Олимпиады приехали. Давайте по порядку. Сначала о рыбалке. Вы все семьей увлекаетесь? Да. Самый большой улов у вас. Показывайте. Мы не можем не спросить. Щука была 2 килограмма, папа поймал на спиннинг. Так, ребят. Ну, дети, конечно, поменьше. На удочку, карасики, ленькие небольшие были. А на конкурс в какую фотографию отправили? С этой щукой или что-то другое? Нет, там Дарья была с рыбой побольше, конечно. Еще побольше? Нет, карасики были. Грамм 300 где-то карасики такие были. Ну, плохие. Вот, но там больше фотографии, где с удочкой природа. Там был же конкурс так заявлен, что где и природа еще тоже участвует. Вот, и как бы вот мы выставили эти... Часто вы так выбираетесь? И где рыбачьте? Мы же знаем, что вы приехали к нам из Нефтегорска. У нас много озер, на речке. Бываем даже на Волге. И на Волге тоже рыбачи. Самые любимые блюда из рыбы. Если, конечно, вы готовите. Вы свою рыбу готовите? Да, конечно. Что рассказываете рецептике нам? Фаршированная щука. Ого! Так чем фаршируете? Сначала разделываю от шкурки. Все это через мясорубку, лучка. И потом набиваю ее туда и запекаю. Так, в следующий раз мы к вам в гости едем. Вы нас угощайте. У меня хочется у папы спросить, наверняка вы привели любовь к рыбалке всей своей семье или нет? Все-таки не вы были первой. Да, ну да. Получается, что вы. А вас кто научил? Рыбачить. Отец, дед. Рыбак в таком поколении. Да, да, да. В поколении. Ну, рассказывайте про ваши медали, про награды. Давайте, да, ребят, спросим, потому что медалей огромное количество. Еще столько же осталось за кадром. Кубки, расскажите, чем вы увлекаетесь и... Где купили все это, да? Столько? Я шучу. С кого начнем? С Максима? Мы кубки заработали на спортивных танцах. Так. А, вот так тоже. Медали тоже участвовали в разных соревнованиях. Еще мы увлекаемся шахматами. Очень любим у них играть. А то есть вы танцуете вместе, в паре? Да. А что танцуете, расскажите, так интересно. Спортивные танцы, это, по-моему, ча-ча-ча, румба, самба, вальс. Ну, какой самый любимый танец? Расскажи. По-бальному, это вальс. Вальс. А по спортивным ча-ча-ча. Ох, как мне нравятся спортивные танцы. Это всегда костюмы невероятные. Стразы, кристаллы, блеск, шик. Здорово. Что привлекает вас вот в этом спорте? Почему вы начали им заниматься? Мам с папой просто привели и как-то понравилось. Нет, у нас просто открылась любовь к танцам. Поэтому мы захотели ходить и добились его, чего хотели. Ну, вообще, разброс такой интересный. И танцы, и шахматы. Как вы шахматы полюбили? Кто научил играть? Ну, нас заинтересовал папа играть в шахматы. Потом подключилась мама. И мы начали друг против друга играть в шахматы. Кто побеждает? Чаще, папа или дети? Ну, пока чаще мы выиграем. Да ладно. Вот так вот. Вы поддаетесь? Нет. Нет, серьезно? То есть ребята молодцы, продвигаются. Они уже на тренер уже ходят занятия, поэтому они уже стали лучше играть. Мне очень нравится ваша семья. Один только вопрос. Как на все у вас хватает времени объединить все влечения? Влечения, занятия. Это только минимум, что назвали. А что еще? Футбол, из-за студии, легкая атлетика. У них очень много увлечений. Может быть, они одновременно себя делают? То есть с удочкой шахматы вот так вот? Нет. Рыбалка это у нас отдельно. Просто мы очень много путешествуем и всегда берем с собой удочки. И вот дети просто говорят, на рыбалку хотим. И мы выбираемся. А как все успеть? Вот рецепт нашим зрителям. Как все успевать? Может, надо раньше вставать, позже ложиться, не знаю что. Больше кофе пить. Или какой-то планер завести, выписывать свои дела. Должна быть в семье любовь. Счастливая самая семья все успеет. Здорово. Мне кажется, на этой самой радужной, прекрасной ноте можно закончить наш разговор. Продолжить вам еще одно занятие. И предложить вам, да, попробовать себя в новой роли, в новом увлечении. Стать ведущим прогноз погоды. В прогноз погоды. Вы уже определились, кто будет эту роль исполнять? Вам будет отдуваться за всех. Ну что, вы готовы? Тогда внимание на экран. Доброе утро. Сегодня по-настоящему осенний понедельник. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер довольно ощутимый. До пяти метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха 5 градусов тепла. Не забудьте захватить зонтик. Всем отличного дня. Браво. Мы можем только поаплодировать. По-моему, все получилось с первого раза. И достаточно уверенно. Ирина, вам понравилось? Очень даже. Хорошая передача. Вообще впечатление от нашей студии. Замечательная студия. Очень яркая. Очень красочная. Приедете еще? Здесь тепло и уютно. Обязательно, если пригласите. Но не забывайте, что и мы к вам теперь должны тоже съездить за горе. На рыбку. На рыбку, да. Спасибо огромное, что вы к нам приехали издалека. И что поделились своими положительными эмоциями, впечатлениями. Мы очень рады были вас видеть. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а я предлагаю прямо сейчас нашей большой дружной компании из нашей студии сделать огромную такую вот палаточку и отправиться на Грушинское утро. Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить? Если б не было тебя, я б выдумал себе любовь, я твои в ней искал бы черты и убеждался вновь и дно. Если б не было тебя, если б не было тебя, то для кого тогда мне быть? День за днем, как ты не было тебя, если бы не было тебя, я бы шел по миру, как слепой. В пуле сотен чужих голосов узнать, пытаясь голос твой и звук твоих шагов. Если б не было тебя, если бы не было тебя, если бы не было тебя, я знаю, что не смог бы ждать, Разгадал бы секрет быть я, только чтоб тебя создать и видеть лишь тебя, лишь тебя. Если б не было тебя, если бы 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 не было тебя, а если бы... Друзья, сегодня Андрон-звездочет, и самое время прислушаться к звездам. А в этом нам поможет астролог Анна Бужан, наш постоянный эксперт. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте сегодня с вами рассмотрим такую очень, наверное, животрепещущую тему, да, тему финансов. О, да. И рассмотрим ее поподробнее, потому что рассмотрим те моменты, которые действительно рекомендации подходят каждому, наверное, человеку, для того, чтобы их материальное состояние увеличилось. Астрология действительно уделяет этому вопросу особое внимание и раскрывает это. Можно рассмотреть второй дом натальной карты. Для этого необходимо построить натальную карту онлайн, да, ввести необходимые данные по дате, месту, времени рождения. И нам нужен знак, в котором находится куспит второго дома. Что же он нам расскажет? Во-первых, второй дом... Кто еще раз находится? Знак, да, то есть кто это? Куспит. Куспит. То есть где начинается второй дом натальной карты. Такая вот палочка, да, называется куспит второго дома. Понял, все. Поэтому немножечко терминологии. И знак нам расскажет, во-первых, максимальный потенциал финансовый, который может быть у человека. И, конечно же, да, мы сейчас вот рассмотрим рекомендации, которые помогут ваши финансовые вопросы увеличить. То есть потенциал финансовый может быть чем-то ограничен или неограничен? Да, то есть он может говорить о том, что можно приложить максимальные усилия, нужно прикладывать. Либо все-таки у вас наиболее легче, да, деньги сами себе приходят. Плюс, конечно же, второй дом натальной карты рассказывает еще из каких сфер к вам приходят, в принципе, да, деньги. То есть по взаимодействию с другими домами. Итак, если у нас второй дом натальной карты расположен в знаке Овна, то, конечно же, Овен, он знак, который говорит о таком активном действии, о эмоциональности. И для того, чтобы, да, финансовый вопрос увеличивался, почему мы сейчас очень тонкую такую грань переходим, потому что второй дом натальной карты говорит еще о моем ресурсном состоянии. То есть если я буду находиться ни в ресурсе, ни в гармонии, то что бы я ни делала, мои финансы не будут увеличиваться, я буду просто, как, не знаю, там, бег на одном месте, да. Это для всех тоже, для всех знаков. Это для всех знаков, да. Но мы сейчас говорим, например, про знак Овна. Что нужно делать с Овной? Конечно же, Овну не нужно пассивничать, да, то есть ему нужно вести активную деятельность, активно заниматься спортом. И даже в работе, в профессиональной деятельности нужно принимать такую соревновательную позицию. То есть ему важен такой драйв, важно движение вперед, важно активная роль. Если он будет заниматься рутинными вопросами, пассивными вопросами, то он будет находиться действительно в таком удручающем состоянии. По теме финансов можно, наверное, забыть. Давайте к следующему знаку приходите. Да, знак Тельца. Это в первую очередь про гармонию, про эмоциональность, про комфорт. И, конечно же, вот кто находится в знаке Тельца, им важно создать уют вокруг себя. Если вы пришли на работу, пусть у вас будет все красиво, эстетично, лаконично. И для Тельцов очень важно, чтобы было спокойное эмоциональное состояние. То есть если рядом партнер, то с ним нельзя быть в ссоре, да. То есть чтобы, если семья, то такие гармоничные отношения. Если что-то здесь идет не так, то это их, конечно же, выводит полностью из себя. Далее знак Близнецов. Конечно же, это такая очень активность, живость, эмоции. И учитывая, что Близнецы у правителей является планетой Меркурий, то вам важно, да, от Меркурия отвечают за дыхательную систему. Чем больше Близнецы гуляют, отдыхают, чем больше питаются, да, вот новым, какими-то новыми знаниями, потому что это про обучение. Далее у нас знак РАК. Конечно, про эмоциональный комфорт. Вам нужно выспаться. То есть нельзя, наверное, находиться в режиме самосохранения. То есть нужно понимать, что у вас более такая комфортная обстановка рядом с вами, да, прекрасные различные водные процедуры. И вот, кстати говоря, для РАКов тема, да, накопления, например, финансов, в первую очередь такая является положительной, потому что, если, например, ОВНам лучше тратить деньги, потому что они таким образом тоже вдохновляются, да, то есть у них даже финансовая тема еще больше увеличивается, то РАКам необходимо деньги копить, притом копить на эмоциональную составляющую. То есть, например, я поеду отдыхать, и я коплю, я понимаю, на что я коплю. Прежде чем перейдем к дальнейшему обсуждению, предлагаю прерваться и узнать еще что-то интересное, новенькое от Юлии Севера, а потом снова за финансы возьмемся. Всем привет! Пришло время интересных историй, научных открытий и невероятных фактов. Знаете ли вы, что выражению «газетная утка» уже более 300 лет? В конце 17 века редакторы немецких газет, печатая сенсационные, но непроверенные материалы, ставили на полях пометку «НТ», что означало «непроверено». На слух это «НТ» звучало как «утка» по-немецки. Так птица отождествляла с журналистской ложью. Существуют, правда, и более забавные объяснения. Так, во Франции в 1776 году земледельческая газета опубликовала статью о способе ловли уток на желудь. Перед охотой желудь якобы вымачивали в слабительном и привязывали к нему веревку. Утка проглатывала наживку, а потом желудь покидал ее кишечник. По утверждению газеты, до 20 уток таким образом могли попасться на веревку и унести в небо охотника. Чуть-чуть позже барон Мюнхгаузен использовал для подобной ловли уток кусок сала. Происхождение выражения связывают и с бельгийцем Робертом Корнеллисоном, который в 1815 году вздумал испытать степень легковерности публике и опубликовал в одном из журналей заметку о прожорливости уток. В ней он написал, как одна утка съела 19 своих сородичей. После выхода в свет этой истории все только и говорили о невероятном феномене. Однако через некоторое время автор все-таки рассказал о своем розыгрыше. С тех пор недостоверную информацию, появившуюся в печати, принято называть газетной уткой. Надеюсь, со мной вам было интересно. Доверяйте только проверенным новостям. Пока! Продолжаем наш эфир, продолжаем говорить о финансах, как нам в этом могут помочь звезды. И Анна Бужан, астролог, у нас в гостях. Еще раз доброе утро. Мы остановились на каком знаке? Раков прошли, следующий. Теперь у нас лев. Продолжаем. Льву главное проявить себя, выделиться. И, конечно же, учитывая, что управителем знака льва является солнышко, то есть чем больше вы получаете положительных эмоций, чем больше вы светите остальным, вы, правда, заряжаетесь. То есть льву важно показать себя, выступить с проектом, пойти на какое-то культурно-развлекательное заведение, блеснуть с собой. То есть вы уже вдохновились, вы уже напитались. Купить тебе что-то красивое, что-то завораживающее, то есть порадовать себя. И, конечно же, льву важно, правда, тратить деньги. То есть важно тратить деньги на эмоциональную составляющую. Тогда к нему придет новое, наверное, вдохновение, озарение. То есть такой определенный плюс. Далее у нас знак девы. Вот здесь, да, если льву важно продемонстрировать себя, то деве важно, чтобы везде был порядок. Наведите порядок дома, систематизируйте свои документы, наведите порядок вокруг себя, в кошельке. То есть все вам будет комфортно. То есть все, само собой, пройдет абсолютно благополучно. Если же у нас знак весы, то, конечно же, весы за гармонию, за общение, за коммуникацию. Будьте больше, да, посещайте выставки, посещайте мероприятия, вдохновляйтесь, да, пойдите в кино, пообщайтесь со своими друзьями. Это уже будет определенный плюс для вашего ресурсного состояния. Скорпион – очень такой глубокий знак, очень эмоциональный, у них очень много энергии внутри, и важно ее уметь расходовать. Поэтому спорт плюс медитации, психологические разгрузки, какие-то практики, да, духовные в том числе. То есть к Скорпиону важно мало того, что активничать, но и важно еще и работать со своей энергией. Далее знак стрельца. Конечно же, стрелец – это за путешествия, за новые эмоции, за новые знания. То есть чем больше они погружаются в новый материал, тем больше они изучают, чем больше у них вообще кругозор шире, тем у них и идеи приходят гораздо больше и эффективнее. Козирог. Здесь тоже определенный такой порядок, структуру, контроль. То есть если у них все, наверное, в рутине, все смешалось, то все, они будут находиться просто в полном, наверное, аути-шуме, да, то есть им будет очень сложно вообще прийти в себя. Поэтому все контролируем, структурируем, то есть для них это действительно эффективно. И знак водолея. Водолей, конечно же, у нас за общение, за новые эмоции, за новые какие-то нестандартные, наверное, пути решения вопроса. Порой, там, не знаю, прыгнуть с парашюта, пробежать какую-то, не знаю, там дистанцию. То, что, наверное, странно для остальных знаков, для водолеев будет, конечно же, в плюс. И у нас остается знак рыбы. Рыба, конечно же, про такое определенное замедление, поэтому вам плюс – это творчество, отдых связанный с водой, опять же, медитативные практики погружения в эти моменты. И поэтому это является, конечно же, таким вот плюсом. Напоминаю, что определить можно по натальной карте. Смотрим не кто вы по знаку зодиака, а где находится ваш второй дом в натальной карте. Кажется, я понял. На самом деле формула такая. Нужно понять, что тебя вдохновляет, воодушевляет, мотивирует, и направить энергию в это русло, и деньги к тебе потянутся. Я правильно? Абсолютно верно. Прислушайтесь к тебе. Анна, на этой неделе нас ожидают какие-то волнения, может быть, или звездные явления. Или, наоборот, нужно бежать быстрее. На самом деле, я хочу сказать, наступает все равно в эмоциональном плане достаточно благоприятный период, потому что завершился ретроградный Меркурий. И могу сказать, что большинство планет было просто в ретроградном положении практически весь октябрь. Но сейчас в эмоциональном плане правда наступает период более такой гармоничный. То есть вы будете ощущать себя спокойно, то есть не будет вот этого вот тертинзания эмоциональных рвений, когда нужно было идти в спортзал и максимально все это прорабатывать. То есть сейчас действительно будет более спокойный период. Спокойно. Можно будет выдохнуть. Посидим на карантине. Да, отдохнуть. Анна, спасибо огромное за эти позитивные новости. Вам хорошего дня и чудесного настроя. Спасибо. Друзья, вы оставайтесь с нами. Впереди еще очень много интересного. Мы поставим на паузу наш эфир, а затем вновь вернемся в наш студию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, губерния. В студии ведущий, который следует за звездами, Саша Байдачная и Максим Плагнек. Ну а кстати, Макс, что было до Большого взрыва? Да не знает никто, что было до Большого взрыва. Ну а границы у Вселенной хотя бы есть? Ну как бы есть. Но непонятно, что за ними. Что за наука такая астрономия? Одни загадки. Между прочим, благодаря этой науке появилась календарная смена времен года. Хотя для тебя это всего лишь очередной повод сменить модное платье. Но еще более модное. Макс, ну я же не буду ходить в старой коллекции. Кстати, там звезды не говорят, что будет в моде весной следующее. Ох, не туда тебя звезда путеводная ведет, Саша. Не туда. Развернуться. Искать другую звезду. Я тоже так думаю, да. Даже не знаю. А вы как-то верите в звезды вообще? Честно говоря, вообще нет. Взять себя в руки и найти свой путь. Найти новую, возможно. А кто знает, туда или не туда. Ну, на самом деле, путеводная звезда находится внутри нас самих. Возможно, но просто нам нужно изменить свое мнение об этой путеводной звезде. Дождаться утра. Продолжаем говорить о звездах. И к нам в гости пришел Сергей Аверьянов, заместитель директора Самарского клуба любителей астрономии Астро Самара. Доброе утро. Доброе утро. Слушай, ну когда ты был в прошлый раз, у нас в гостях как-то было попроще. А теперь заместитель, директор, то есть клуб как-то развивается, растет. Конечно. Что происходит? Время идет, клуб у нас растет. Вот сейчас у нас постоянных членов уже больше сорока. И несмотря на особенность пандемии, мы проводим мероприятия. У нас все успешно, растем. Ну, рассказывай скорее про астрономические явления, которые мы ждем в ближайшее время. До конца года у нас, конечно, осталось уже не так много времени, больше двух месяцев. Но, тем не менее, в этом году еще есть, что посмотреть и чего ожидать. Во-первых, у нас ежегодный поток геминиды, который происходит в декабре. Что это? Ну, обычно его называют звездный дождь, но правильно говорить, метеоритный поток. То есть наша планета входит в хвост от кометы. И в атмосферу нашу попадает много-много различного мусора, который, сгорая, образовывает это вот красивое явление, когда у нас такие звездочки прочерчивают. Когда это будет? Это будет в декабре. Это будет видно невооруженным глазом? Да. То есть просто выглянули в окон? Ну, конечно, нужно будет выехать за город куда-нибудь подальше желательно, чтобы не мешала нам засветка, не мешала атмосфера. С этим летом я путешествовала на теплоходе, и там так здорово видно звезды. Даже на телефон можно их сфотографировать. А если поехать еще в правильное место, будет еще лучше видно. Ну, давайте рассекретим, правильное место это где. У нас есть свое место, оно не такое открытое. Понял, хорошо. Но чем дальше, тем лучше. Желательно на юг нашей области, километров за 100, и будет отличное небо уже, приятное. Подальше от населенных пунктов и каких-то еще следов деятельности человечества. Итак, в декабре мы увидим звездный дождь. Что еще? Так же еще в этом году уже предполагается, что мы увидим интересную комету, которую можно будет увидеть невооруженным взглядом. То есть так же, выйдя на улицу, знав куда посмотреть, можно будет ее увидеть и на нее полюбоваться. Конечно же, если у вас есть бинокль, либо телескоп, либо еще какой-то там фотоаппарат, например, то можно будет еще лучше ее увидеть. Так что смотрим в интернете, когда ее пик, следим за новостями и в эти дни ловим отличную погоду, наблюдаем комету и метеорный поток. Я так понимаю, что вы вот в эти периоды будете собираться вашим клубом, отправляться за 100 километров на юг. Конечно. И как вот кто-то захотел к вам примкнуть, попасть в это секретное место вашего, ваш клуб, как это сделать? Вообще в наш клуб, чтобы сейчас вступить, нужно, естественно, писать нам в первую очередь, ознакомиться с правилами членов клуба. Мы сейчас немножечко их сделали более жесткими. Нужно иметь свой телескоп, может быть? Нужно проявить большое желание. Нужно посещать наши мероприятия достаточно регулярно, особенно те мероприятия, которые открыты, где мы занимаемся популяризацией астрономии. Это вот, в первую очередь, тротуарки. И тогда мы... А что такое тротуарки? Давайте напомним нашим. Тротуарное наблюдение, это когда в городе, в хорошую погоду, мы выставляем свои телескопы, и все желающие могут посмотреть в них. Конечно, показываем не все, что можно увидеть в телескопах, все-таки в городе, но при этом много телескопов, много астрономов, много людей. Все это сопровождается лекциями интересными, и все желающие могут прикоснуться к космосу. Летом, понятно, тепло, а зимой тоже проводится? Конечно. А когда ближайший тротуар? Мы хотим с Сашей прийти посмотреть. Ну, в нашей группе Астросамара можно найти календарь мероприятия на весь город, да, расписание. Оно вот примерно, по нему можно посмотреть. Ну что ж, мы продолжим общаться на тему звезд чуть позже, а пока что посмотрим, куда Юлию Север завела ее путеводная звезда. Кажется, это чувашский праздник, следуем туда. Чувашская культура богата праздниками, традициями и обычаями. Старину люди после трудового дня собирались вечерами вместе на веселые посиделки, пели песни, водили хороводы, рукодельничали. Вдохновившись традициями предков, участники народного чувашского ансамбля песни и танца «Самарьен» пригласили всех желающих в Дом культуры «Заря» на улах. Праздник это, по-чувашски, это уяв. У нас сегодня уяв. Уяв, который называется кирхи-улах. Это называется осенние посиделки. Мы вот, наш ансамбль уже традиционно проводит эти праздники. Ну, посиделки, это, конечно, молодежный праздник. Мы огромный многонациональный народ в Самарской области и города Самара. И люди родом из разных деревень, да, истоки их уходят в разные народности. Когда они попадают на такие вечера, это, наверное, уникальная подзарядка. Осенние посиделки устраивали молодые девушки. Собирались обычно дома у той, чьи родители уехали в гости или в доме одинокой бабушки. Девушки приходили с рукоделием, вышивкой, вязанием. Потом с гармошкой и веселыми песнями на улах заглядывали парни. Они оценивали работы мастериц и присматривали себе невесту. Парни ходили, приглядывались. Конечно, приглядывались. И глаза смотрели, и характер смотрели. Но смотрели особенно на вышивку. Вышивка для чувашского народа – это самое является жемчужиной. Я могу сказать, что ни одного народа, наверное, нет вот таких вышивки. Сегодня посиделки – это площадка, где каждый желающий может окунуться в прошлое и стать продолжателем национальных традиций и обрядов. Анна на праздник пришла по двум причинам – познакомиться с культурой предков и поддержать свою тетю. Сегодня у нее дебют. Она впервые решила выступить. Очень долго не решалась. И, собственно говоря, благодаря ей я больше узнала о нашей нации. Чем старше становишься, чем хочется больше узнать о своих предках, о том, какая нация. И, собственно говоря, пришла сюда узнать, чтобы побольше своей нации, потому что родители, к сожалению, не придерживаются всех традиций. А именно такие мероприятия мне позволяют узнать больше. Программу «Осенних посиделок» ансамбль «Самарьен» наполнил обрядовыми песнями и старинными играми. А чтобы зрителям было легче прочувствовать весь колорит праздника, улах провели на чувашском языке. Юлия Север, Дмитрий Столяров, «Утро губернии». Продолжаем наш эфир и напоминаем, что у нас в гостях Сергей Аверьянов, заместитель директора Самарского клуба любителей астрономии «Астро Самара». Еще раз доброе утро. Доброе утро. Мы уже заговорили о том, что клуб развивается, растет. Вот какая у вас, не знаю, миссия, задача вообще просто смотреть на звезды? Популяризировать астрономию или, может быть, открытие совершать? В первую очередь, это, как вы уже сказали, популяризация астрономии. Вот именно с этой целью изначально, можно сказать, и создавался клуб Евгением Баранским. Популяризация, ну и, конечно же, это сбор единомышленников, совместные мероприятия, совместные выезды. Поэтому мы проводим как тротуарки, так лекции. У нас есть подкаст по астрономии, есть курсы, есть выездные наблюдения, экскурсии. Нас приглашают на много других мероприятий, где мы рассказываем, показываем. Мы посещаем и детские какие-то заведения, то есть там в детские лагеря мы выезжали, какие-то досуговые образовательные учреждения, где мы показывали, выставляли, рассказывали. Все это так что популяризация, наблюдение, привлечение единомышленников. Ну а случалось открытие какие-то совершать? Не знаю, какую-то звезду видели, явление. Сергей знаком много лет, и у него постоянно горят глаза. И хочется спросить, чем вот вы подпитываетесь, что вы там видите, находитесь, открываете? Ну, конечно, открытие пока не вдовелось, какие-то сделать. Это достаточно сложный процесс. И единицы любителей астрономии, у кого получается что-то открыть, обычно это какие-то кометы. Но все впереди, может быть, получится. Так мы очень любим фотографировать. Объектов в космосе очень много. И на каждый объект можно потратить далеко не одну ночь, его фотографируя, накапливая сигнал, чтобы получить красивый, интересный снимок. А есть какой-то любимый у тебя объект небесный? Луна, Марс, там что-то еще, что у нас еще видно? Я очень люблю наблюдать Луну. Во-первых, это объект, который часто бывает на небе. Плюс он меньше подвержен воздействию атмосферы. Даже если есть небольшая дымка, немножко облачков, тучек, все равно можно понаблюдать. И еще мне что нравится, что каждую ночь, у нас же Луна, она растущая, убывающая. Соответственно, каждую ночь вот эта вот граница перехода темной и светлой стороны, она меняется. И видно в каждую ночь разную часть рельефа. Соответственно, мы можем наблюдать у каждую ночь, и она каждую ночь будет разная. Сложно ли освоить телескоп? Такой вот вопрос. Бытовой. Ну, вопрос не такой простой, потому что, во-первых, что мы хотим. Если мы купим себе сразу большой дорогой телескоп с фототехникой, с автономедением, то тут, конечно, будет непросто сразу справиться. Его правильно собрать, правильно настроить и всем этим в дальнейшем пользоваться. Но если мы взяли какой-то простой аппарат, в общем-то, и для детей покупают телескоп, и они вполне себе начинают наблюдать. А сколько должен стоить телескоп, чтобы, ну, вот, не знаю, какой-то средний уровень, то есть телезрители захотели вот тоже посмотреть на звезды? С чего начинать лучше? Ну, сейчас-то цифры, наверное, где-то около 30-40 тысяч рублей. К сожалению, цены на все выросли, поэтому это хобби стало не таким доступным, как раньше. Но всегда есть выходы, можно купить бинокль. Прийти к вам в клуб и посмотреть. Можно к нам прийти в клуб, можно купить бинокль, можно купить зрительную трубу и уже хотя бы с этого начать. А какие-то навыки как-то готовятся? Нужно ли для того, чтобы прийти на ваши лекции, чтобы что-то понимать или, в принципе, доступнее? Наши мероприятия, они всегда рассчитываются для тех, кто в первый раз на это пришел и ничего об этом не знает. Поэтому мы все рассказываем, все показываем, достаточно доступно и понятно. Предлагаю всем немедленно вступить в Астросамару. Хотя бы, как минимум, в группу, а потом, может быть, даже и в клуб Астросамара. Спасибо огромное, Сергей, хорошего вам дня и замечательного настроения. До свидания. Спасибо. Она сказала «поехали» и махнула рукой. Это про Марину Баркова. Ну а мы, конечно же, поехали за ней. На мельнице Купса Маркова участников пресс-тура «Поехали» встречали казачьи песни и щедрым застольем. На самом деле это место не только для гастрономических утех, а скорее для расширения краеведческого кругозора. Перед тем, как зайти в здание, мне хочется обратить внимание на его дизайн. Это старопромышленный дизайн. По всей видимости, это германская разработка. И оборудование было немецкое, польское, английское. То есть международная вот такая торговля. Понятие сельский туризм в поселке Красный Строитель, а в прошлом это был хутор-завод, раскрывается в полной мере. Старинную мельницу спас от разрушения и восстановил один очень скромный челновершинец – Василий Седых. Заброшенная постройка в его заботливых руках обрела крышу и наполнилась предметами сельского быта последних 120 лет. Это шерстно-чесальная машина. Посмотрите, вальцы. Можно их потрогать. Они вот такие вот со щеточкой металлической. Это валы. Сюда раскладывалась овечья шерсть, привод с той стороны. И вот таким вот образом шерсть проходила через эти вальцы. И получалось тот слой, который шел на пряжу и уже потом на ткани. В начале прошлого века здесь работали только каменные жернова. Потом вальцы и в советский период колхозники подмонтировали роторные молоточковые механизмы. Еще в начале нулевых мельница купца Маркова обслуживала племзавод «Красный строитель». Производила корм для скота и муку для населения. Все равно мельник для своих друзей и для себя получал муку с жерновов. Она самая вкусная, самая полезная. И стоит отметить факт тот, что в 1908 году на первой всероссийской выставке мукомолов, которая была открыта в Санкт-Петербурге, ржаная обойная мука первого помола с этой мельницы взяла золотую медаль. Даже по современным меркам мельница кажется гигантской. В ней три этажа и подвал. На каждом этаже экспозиция из деталей, которые чудом остались нетронутыми вандалами. Этот камень-лежень, он размещался неподвижно, а этот вращался. Собирался при помощи консольного поворотного подъемника. Вот посмотрите, постав в сборе. В Самарской области завершается летний сезон проекта «Поехали». 18 недель подряд наша съемочная группа была участником пресс-туров и рассказывала о туристическом потенциале Самарской области. Местах, где можно отдохнуть и есть на что посмотреть. Впереди обзор самых северных мест притяжения внутреннего туризма. Новый зимний сезон туристического проекта «Поехали» стартует уже в декабре. Марина Баркова, Владимир Терентьев. Программа «Утрогуберния» из Челновершинского района. Ну что ж, на этом все. Чаще смотрите в небо и мечтаете, но не забывайте про лужи под ногами. С вами были утренние ведущие Максим Плагнюк. И Саша Байдачная. Хорошего дня вам и отличного настроения, друзья. Пока. Что, Макс, если ты вдруг откроешь звезду, назовешь ее в честь меня? Ага, будет гламурная модница. Ну а что, очень красиво. Субтитры подогнал «Симон»!